Приветствую всех на моем канале! Сегодня будет распаковка интересных аккумуляторов. Конечно, у меня большой надежды на них нет, но всяко может быть. Продавец позиционирует их как 30 амперные ячейки, то бишь их можно якобы разряжать током 30 ампер. Емкость у них заявленная 3300 миллиампер час, но у продавца на странице фотографии есть с тестами на опусе. Там они отдают 3400-1500 миллиампер час, что очень интересно. Еще также там написано, что это типа закос под VTC 7. Словосочетание Sony VTC сейчас очень на слуху и они этим пользуются, эти продавцы. И вводят покупателей в заблуждение. Сейчас мы посмотрим, что они нам тут приготовили. Эти китайцы. 40 штук в одной из посылок. Сейчас я возьму несколько образцов отсюда. Какое же у них сопротивление, очень интересно. Ну, примерно, я так и думал, 30 миллиом. Возможно, это что-то типа закос под LG MJ1 на 3500 миллиампер час. Так, распакуем следующую посылочку. По количеству и в этой посылке все совпадает. Возьму отсюда 4 образца. Даже трудно себе представить, как это все доставлялось, как это все тряслось. Разве так можно их? Они тут большинство полопались уже. Этих пузырьков. А, китайцы-китайцы. Как она еще не загорелась? Вдруг кинули бы, блин, они бы смялись. Вот бы был фейерверк. 32. Ну, отсюда я тоже возьму два образца. Это я уже потом отдельно протестирую. Ну и последняя посылочка. Ну и с этой посылочкой тоже вроде все нормально. И это хорошо. Это замечательно. О! Образец 34 миллиома. 32, 31. Так, вот этот 34, он будет у нас слева. 32 и 3. А эти я потом уже отдельно для себя, на всякий случай, чтобы уменьшить вероятность брака. Все я что-то не хочу проверять. Это пипец. Полный, если все проверять. Так, как я делал с LG-шками для своей батареи, с Samsung-ами, полный пипец. Пять дней тестировать в 148 элементов. Это да. Фирма. И то, что написано на них, вы можете видеть сейчас. Забыл их взвести. Ну, причем, сейчас мы это исправим. 47,3. А с большим сопротивлением 47,6. Ну, на всякий случай еще. Вот так вот. Ставим на зарядку двумя амперами. Все, пусть заряжается. Аккумуляторы за ночь зарядились. Сейчас дозарядил их еще с утра таким маленьким током. Уже, думаю, не стоит гонять. Этот уже сам закончил. Поставим на разряд. Пятью амперами. 30 милиом. Блин. Ну, надо будет сейчас следить за температурой. Главное, чтобы не отстрелился никто. Помнится, при 30 милиомах может и отстрелиться клапан. Надо внимательно следить. Так, 1 ампер час отдали. Посмотрим. Ну, очень даже терпимо. Ну, где-то так, примерно, около 40 градусов. Вообще замечательный. Неужели китайцы научились делать хороший аккумулятор? 37-38 градусов. Да это вообще замечательно. Супер. Продолжим дальше. Так, 2 ампер часа. Температура 41 градус. 42. 42-43 градуса. Прямо, блин. Ну да. Это плюс еще контакты. На них тепло выделяется. Они, по идее, вообще очень мало греться будут, блин. Это очень неплохие ячейки. Не зря я их столько понабрал. Пригодятся для чего-нибудь. Как чувствовал, что хорошие ячейки. Так, друзья. Эти аккумуляторы у меня вызывают шок просто. Как так? Как китайцы могли такое сделать? За 2,24 доллара 50 градусов. Это что вообще такое? Это просто замечательные аккумуляторы. Нагружать большими токами их, конечно же, нельзя. Но 5 ампер держат вообще замечательно. Если не в постоянном режиме, то они и десятку потянут. Тридцатку, конечно же, они не выдержат. Двадцатку, наверное, тоже, думаю, с натягом. По моему мнению, двадцатку постоянного тока, конечно, можно, конечно. В пике дать 20. А если еще аккумулятор будет, батарея будет охлаждаться, продуваться, то, блин, можно и жарить хорошо на них. Единственное, сколько они прослужат. Ну, я просто, конечно, приятно удивлен, что делают китайцы. Эти аккумуляторы должны сильно потеснить все, что есть на рынке. Надо сразу тысячу штук купить. Сразу про запас. Я думаю, что они сдуются, конечно. Я поставил 2,8 вольт окончания заряда. И они уже отдали 3,2 ампер часа. Ну, мы, конечно, их добьем до 2,5 вольт, думаю. Забыл я поставить 2,5 вольта. Ну, ничего. Сейчас мы это исправим. Так, запоминаем. 3,3 ампер часа. Здесь то же самое. И доразряжаем до 2,5 вольта. 3,3 было. Плюс еще 200. Это 3,5 ампер часа. Это аналоги тех же LG MG1 или 35E. У Самсунгов, по-моему, есть моделька. Это та же самая технология, мне кажется. За цену 2,2 доллара. Просто замечательно. Дальше мучить их смысла нету. Токи маленькие уже. 3,5 отдают. Плюс зарядка немного подбирает, конечно. На каждые 3 ампер часа она 100 миллиампер прибавляет. Ну, грубо говоря, 3,4 здесь есть точно. Это просто замечательно. Вот такие вот аккумуляторы научились делать китайцы. Накупили оборудование, видимо, и клепают. Рекомендую к покупке. Можно использовать их в домашних условиях. В быту, где угодно. Вообще без проблем. Конечно же, для жестких нагрузок они не пойдут. Хотя за такие деньги с контролем температуры можно использовать и на больших токах. Главное не перегревать. Ну и статистику покажет уже статистика. Надо накопить ее. Но я считаю, что это вообще замечательные аккумуляторы. Пусть даже сопротивление у них 30 миллион. Но есть и другие аккумуляторы с таким сопротивлением, которые разогреваются просто бешено. И не знаю, что у них там происходит. Химические какие-то реакции, которые дополнительно разогревают их. Кроме этого сопротивления внутреннего, через который идет этот ток. Надо, короче, еще накупить этих аккумуляторов впрок, потому что это может быстро кончиться. Постараюсь побыстрее выпустить это видео, чтобы вы тоже успели, пока оно не прикрылось. Вот такое вот видео. Кому понравилось, ставьте лайки, поддержите канал. Ссылку я оставлю на них в описании. Надеюсь, китайцы и дальше будут радовать нас классными ячейками. И не только 18650. Ну, так как я использую 18650, и мне есть где их применять. Я по большей части на тесты беру именно такие аккумуляторы, потому что я их смогу потом где-то использовать. Другие я побаиваюсь брать в том плане, что потрачу деньги, и они будут лежать. Эти хоть я могу куда-то применить и показать вам. Так как канал существует на мои деньги, поэтому я побаиваюсь, конечно, куда-то пулять деньги в те проекты, которые будут потом мертвым грузом лежать. И деньги будут просто потеряны. Я не настолько богат. Всё, ещё раз всем спасибо за просмотр. Покупайте хорошие аккумуляторы. Пусть хорошие люди используют хорошие аккумуляторы. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok